Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродовиков. На наших календарях 11 сентября – день усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. А еще сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. Это, конечно, непростое совпадение. Последний пророк Ветхого Завета жил в трезвости, духовной и телесной, а казнен был по приказу захмелевшего царя Ирода. Славному предтечи Господню посвятил свое стихотворение и романах о Верке Белов. Послушаем, подумаем и помолимся. Славный предтеча Наставник юродивых, как бы безумных, несчастнейших вроде бы, Мудрый креститель крестный блаженных, Свечек в холодное время возженных, Всех этих странников, сирых, калеченных, В боли прописанных, свыше отмеченных, Всех несуразных, смешных, большеглазых, Словом серебряных, ликом чумазых, Всех шепелявых, бездомных, лохматых, Телом смердящих, сердцем крылатых, Скорченных лешенек, плачущих любушек, Ласточек вечности, счастья голубушек. Он и похож на них, босый, нечесанный, Травкой наевшийся, мывшийся росами, Грозный и ласковый, кроткий и резкий, Грустный и радостный, легкий и веский. Где-то он с ними проводит собрания, Там все об умных, о сильных рыдания, Слышатся вздохи о горе богатых, К аду ведомых, когтями рогатых. И посылаются гришеньки, полюшки, К душам, томящимся в светской неволюшке, К детям оставленным, к бабушкам брошенным, К радостным цветикам, ракам подкошенным, К мысленной плоскости, к гордостной взрослости, К спрятанной подлости, к сытенькой пошлости. К птенцам Иоанна рад бы прибиться, Но тяжело не судить, не гордиться, Не расслабляться, не объедаться, С саможалением до крови бодаться. Нас не призвали. Поставим лишь свечи перед солдатами Войска предтечи Ксении, Матроны, Андреи, Василии. Нас поминайте, лежащих в бессилии. Первое празднование Дня Трезвости Состоялось еще в 1911 году в Санкт-Петербурге. Под лозунгом «В трезвости и счастье народа» Священнослужители и представители интеллигенции Хотели объединить общество, Противопоставив алкогольной зависимости Ценности здорового образа жизни. И несмотря на то, что Россия в то время Была одной из самых мало пьющих стран Европы, Вопрос проведения Дня Трезвости Вызвал активный отклик. В 1913 году праздник получил статус официального. 11 сентября даже закрывались винные лавки И продажа алкоголя прекращалась. Хорошо известный и многими любимый Святой Праведный Иоанн Кронштадтский Уделял особое внимание трезвенческому движению В Российской империи. Являлся в частности почетным членом И жертвователем Казанского общества трезвости. Хочу привести один из рассказов Бывшего пьяницы, который под влиянием отца Яна Пить бросил. Я стоял у кареты, Отворил ему дверцы, Стам стараюсь держаться попрямее. Потом взглянул ему в глаза, А глаза-то его смотрят на меня, Не то гневные, но глубокие, без конца. Чем дальше смотришь, тем глубже. И горят таким огнем, что мне стало жутко. Я за голову схватился, так страшно стало. Разгневался, батюшка, видно. А потом, видно, смиловался. Зачем ты, голубчик, пьешь? Вот с тех пор я не пью. Сохранилось множество свидетельств О помощи отца Яна Кронштадтского Во множестве других, самых разных ситуаций и дел. Например, в строительстве храмов. В синодике церкви Введение во храм Пресвятой Богородицы Уральского поселка Будка Значится имя протеерея Иоанна Сергьева Всероссийского кронштадтского пастыря. В свое время он помог достроить Этот трехпрестольный храм. Главный предел освящен в честь Введения Во храм Пресвятой Богородицы Левый по имени святителя Николая Чудотворца А правый предел святителя Тихона Задонского. Как и многие другие храмы нашей Родины В советские годы эта церковь была закрыта Купол снесен, колокола сброшены. Храм обезглавили и превратили в Дом культуры А в 50-е годы там расположился кинотеатр. К счастью, к 1991 году здание было возвращено церкви И в нем вновь зазвучала молитва. Наш храм «Вчера и сегодня» Такое название носит фильм, Фрагмент которого я предлагаю вашему вниманию. Вот в 1809 году уже храм бы полностью готов Поставили каменную колокольню. Если мы увидим фотографии этого храма, То он был очень красивый, великолепный И очень ярко смотрелся на фоне нашего села. Когда люди стали расширять наш храм, Построили предел храма святителя Николая, То есть первый каменный храм, он был однопрестольный, Достроили уже в 1880 году предел святителя Николая. И опять стало мало места, Прихожане нуждались снова в расширении нашего храма. И уже через некоторое время начали достраивать, Как мы читаем также из истории, Что как-то прихожане исхитылись, И к этому уже стоящему церковному зданию Достроили дополнительный предел Святителя Тихона Затонского. Но в какой-то момент средств стало не хватать, И прихожане, используя возможность, Используя момент приезда Екатеринбург, Уже на тот момент достаточно известного Кронштадтского пастыря Иоанна Сергиева. И вот они направили к нему письмо, Прошение, чтобы он помог нашему храму Достроить его и завершить строительство Третьего предела святителя Тихона Загудонского. Сохранились документы, которые свидетельствуют о том, Что эти средства от Иоанна Кронштадтского Были пожертвованы, Они употреблены в дело, И святому правилу Иоанну Кронштадтскому Была выражена особая благодарность, Которая также хранится в списках тех лиц, Которые благодарили Кронштадтского пастыря За его пожертвование на строительство нашей Церкви. КОНЕЦ КОНЕЦ Если говорить о сегодняшнем нашем церковном здании, То упоминая, конечно же, здесь, что он претерпел Такую же судьбу, как и многие храмы нашей страны В период гонений, он был закрыт в 1938 году. После его закрытия здесь существовала библиотека, Здесь, конечно, колокольню снесли, И на данный момент ее такой, Которой она существовала, в первозданном виде ее нет. Мы построили уже эту колокольню в 2000-х годах Силами местных прихожан, местных предпринимателей, Которые участвовали в этом строительстве. Но до этого возобновления церковной жизни нашего храма Здесь, помимо библиотеки, конечно, был еще и кинотеатр. И многие из сегодня живущих людей, Они воспоминают это время, Когда здесь еще показывали фильмы. Вот если сравнивать сегодняшний храм И сегодняшнее количество прихожан С бывшим количеством того времени, То, конечно, мы можем наблюдать обратную тенденцию. Если в прошлых веках мы видим увеличившееся количество прихожан, Тех людей, которые нуждались в Боге, Которые нуждались в церковных таинствах, Которые понимали ответственность свою в этой жизни, Которые жаждали правды Божией, Конечно, они шли в храм. И все свои, может быть, бывали порой и Какие-то трудные времена своей жизни, Они, конечно, переживали вместе с Богом, Вместе с церковью, вместе с церковной общиной, Вместе со всеми прихожанами. То сегодня, Глядя на то время, Можем говорить, что Как будто бы У нас, наоборот, стало больше места, Что нам Как будто бы надо, наоборот, Уже сужаться, И места У нас Стало много, Его надо как-то уменьшать. Сегодня Хотелось бы, чтобы Наши люди, наши прихожане, Они Обратили внимание на то, Кто строил этот храм, Что многие-многие люди Являются, на самом деле, Даже родственниками тех Нынешних современников, Которые сейчас живут. То есть, те люди, которые строили наш храм. У нас есть целый список фамилий. Сейчас не скажу, Сколько этих фамилий там, Но их достаточно Для того, чтобы Даже этими фамилиями Наполнить наш весь Нынешний храм В том состоянии, В том Масштабе, В котором он сейчас существует. И этот храм бы был полный. И я думаю, тоже это Немаловажно Осознать Для Современного человека. Даже не Только Касаясь нашего села, Но и касаясь вообще Жизни Всей нашей страны. Уважаемые зрители, Это был фрагмент фильма «Наш храм вчера и сегодня». О жизни, прихода, введения во храм Пресвятой Богородицы В уральском поселке Будка Можно узнать на странице Введения Будка В социальной сети ВКонтакте. Там же вы можете посмотреть И полную версию этого фильма. Спасибо вам за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин